Всем доброго дня! Ну вот, наконец-то мы дошли до забоя наших несушек, которые уже гуляют на пастбище 2-3 года. Вот такая красота получается. Это уже второй забой. Первый забой полностью мы вывезли в Краснодар. Около 80 несушек. И всем очень-очень понравилось. Майкоп только сейчас получит, а краснодарцы уже хотят новую партию. В среднем курочка получается где-то 900 грамм, килограмм 100, килограмм 200. Это вот прям редко. То есть вот так в основном. До килограмма, либо чуть больше килограмма. Вот они вот такие получаются. Но одна курочка у нас получилась килограмм 720 грамм. То есть это вот самая большая, самая жирная курочка у нас. Естественно, мы ее оставляем себе, мы ее съедим. Посмотрите, сколько жира на ней. Предположительно, это та курочка, которая уже длительное время не несется, живет в свое удовольствие, получает счастье. Вот. И эта курочка, скорее всего, 2019 года. Самая наша первая стая, которых было 45 штучек. Вот. Ну, она вот походу единственная осталась. У нее еще жировые отложения. То есть даже здесь на шее, на шее, везде по телу. То, что просвечивается желтым цветом, это очень толстый слой жира. То есть вот здесь вот можно увидеть, там, ну, сейчас уже она подзастывшая немножко после охлаждения. Там где-то 2,5-3 сантиметра толстый такой слой жира. Прям вообще он такой желтый, насыщенный. Вот. И сегодня у нас у всей команды будет праздничный ужин. А так, как вы видите, я уже показывала, вот курочки. 880, килограмм 30, килограмм 100. Ну, то есть вот это вот от 800 где-то до килограмм 100. Это вот средний вес нашей пастбищной несушки. Сегодня у нас четвертый, получается, день забоя будет. А вот эти курочки вчерашние. После того, как мы их делаем забой, разделку, помывку, дальше мы кладем их в холодильник на 0-2 градуса на охлаждение. в 8 часов в 12-15. Вот. Сейчас вот мы с охлаждения их вытаскиваем, кладем в пакеты, взвешиваем. Ну, это наша пометка курица. Взвешиваем, как обычно, стоимость пишем сразу и кладем в морозилку. Вот. Складываем в морозилку, в морозильную камеру и вот здесь они дальше уже при 18-20 градусах где-то, минус, естественно, замораживаются и потом мы их отвозим в термобоксах с холодовыми элементами в город. Очень, ну, скажем так, на 10-12 часов хватает термобоксов и холодовых элементов. Ну, мы, естественно, за меньшее количество времени довозим и в данном случае это не яйца, поэтому люди должны забирать сразу. Вот. Ну, вот здесь вот со стоимостью, как я говорила, то есть вес и стоимость. Вот. А те курочки, которые нам по той или иной причине не приглянулись, ну, их не так много, вот во вчерашнем забое их три штучки. Они не приглянулись, мы их оставляем себе, своей команде. Вот такой вот термобокс у нас. Вот он получается. На сколько литров? Сейчас. Не вспомню. Не вспомню. 40 точно. Вот. И сюда помещается где-то 15-16 максимум. Мы, ну, как бы укладывали курочек, не сушек, это не сушек, не бройлеров. Бройлеры в два раза больше. И потом здесь закладываем холодовыми элементами, закрываем и все, и очень благополучно все это доезжает до города и до Майкопа, и до Краснодара. Ну, вот она в мультиварке та курочка, которая 1,7 килограмм. Мы ее положили без воды, просто с приправами, с луком. И вот, посмотрите, она 4 часа готовилась. Вот это вот все, это жир. Жир растопился. Вкуснота. Пока микромодуль забоя у нас еще не заработал в полную силу, потому что туда еще нужно провести электричество, пробурить скважину, чтобы полноценно все работало. Сейчас мы работаем на свежем воздухе, но все, естественно, везде соблюдаем санитарные нормы. Это у нас рабочие места, но сюда курочка сперва не приходит. Сначала в конусах мы отрезаем ей голову, кровь стекает, затем курочка попадает в шпарчан. Вот шпарчан здесь с водой, вода нагревается до 60 градусов, сюда курицу опускают несколько раз, чтобы зашел воздух в перья. Затем переводится это все в пиросъемку. В пиросъемке эта пиросъемка рассчитана на трех куриц, но мы кладем две курицы. Курочки здесь ощипываются, все, что сюда выходит перья у нас в синий этот самый тазик. И все, что пиросъемка не ощипала, уже дощипывается вручную. Затем мы переходим на рабочий стол. Здесь у нас идет газовым болотчиком обжиг тех волосков у курицы, которые остались. И идет разделка. Сначала отрезаются лапки, убираются, потом уже эти самые внутренности все убираются. И, допустим, сердечко, печень отделяется. Здесь еще одна емкость стоит. Сердечко, печень отделяется и также убирается. И затем курочки передаются уже на мойку. Моем мы в дождевой холодной воде. Если вода, допустим, не холодная, кладем специально туда охлажденные элементы, чтобы она была максимально холодная. Все это тщательным образом промывается. курочка стекает, обсыхает и буквально вот это все происходит в течение 20, максимум 30 минут. И затем эта курочка уже попадает в холодильник на охлаждение. Сейчас у нас уже конец рабочего дня. Естественно, все тщательным образом вымылось и приготовилось к следующему забою. А сейчас мы посмотрим, как курочка в обычном холодильнике у нас охлаждается. Пока туда помещается около 45 кур, не больше. Поэтому мы в день и у нас забой и не получается больше 45 кур. После того, как куры были вымыты тщательно в дождевой воде, почему в дождевой воде? Потому что дождевая у нас вода, наверное, самая чистая здесь. Есть еще горная река, ручеек, но сейчас речушка достаточно после осадков, ну, с примесью глины, песка, в общем, мы ей не пользуемся для помывки кур. Вот, курочки были вымыты, стекли, просушили мы их тряпочкой и вот так вот уложили на салфетки. На салфетки положили. Завтра, спустя ночь, мы будем их уже, то, что вы видели в самом начале видео, упаковывать, взвешивать и укладывать в холодильник, в морозильник точнее. Вот, а на какой стадии сейчас у нас находится микромодуль забоя, сейчас мы посмотрим. Уже темно, рабочий день завершен, но с фонариком на лбу покажу вам микромодуль забоя, в каком состоянии он сейчас. То есть, вот здесь у нас такая раздевалка будет, вот, здесь человек заходит, переодевается, несколько человек, потому что забой идет командой. Вот, здесь у нас будет стоять ведро или тазик с раствором, это как дисбарьер получается, сюда мы наступаем и заходим в грязную зону. Вот, первое, что делается, это курочки у нас закрыто, забиваются на той площадке, вот, если видно, вот, бетонная площадка, там стоят конусы, курочки там вниз головой в конусе и голова отрезается, кровь стекает, потом человек, который там открывает окно и передает курочек сюда. здесь у нас стоит шпарчан, как я уже говорила, что курочки там ошпариваются, здесь перосъемка и передается вот сюда, вот, здесь у нас будут рабочие столы. Здесь курица разделывается, также отделяется сердечко и печень, ноги и передается курица сюда. Здесь у нас получаются шланги с таким устройством, который напор воды хороший делает, вся эта курица промывается, до конца дощипывается, если там что-то осталось, обжигается и уже передается в чистую зону. Там человек совершенно другой работает, если человек из грязной зоны хочет в чистую зону попасть, он также сюда наступает в тазик, дисбарьер и попадает в чистую зону. Вот, здесь курочек уже принимают, пока что так, и получается вот сюда, вот здесь у нас еще самая недостроенная зона, вот сюда их развешивает, то есть здесь такие стеллажи и здесь курочки висят вниз ножками, чтобы как раз стекать, то есть уходит работа по тому, чтобы курочка стекла самостоятельно на столе, потом ее допустим протереть, потом в холодильник не очень удобно класть, здесь сразу она вешается, вот здесь будет стоять такой кондиционер и он будет давать прям такое быстрое охлаждение, естественно здесь такая будет самая герметичная дверь, вот и сюда поместится около 200 кур для охлаждения, но это если бройлеры, если не сушки, то может быть и больше, но за день, конечно, пока что мы планируем, когда уже заработает микробон модуль, планируем только около 100 кур забивать, после того, как, допустим, рабочий день закончился, мы 100 кур забили, они здесь стекли охладились, дальше на следующий день, если мы везем незамороженную охлажденную курочку, курочка достается отсюда человеком и передается, ну, тоже там ощипывается, если что-то не так, передается следующему человеку, он кладет в пакет, здесь будет стоять такая машина тоже с горячей водой, этот пакет вакуумируется таким образом и передается уже вот сюда, человек здесь эту курочку принимает, принимает, здесь уже, естественно, все убрано после рабочего дня грязного, принимает, обтирает пакет насухо, если пакет мокрый, взвешивает ее курыцу и охлажденную кладет в термобокс с холодовыми элементами, вот так вот получается полный цикл забоя, если всех кур, которые охладились, мы не вывозим за раз, значит остаток уже идет в морозильную камеру после охлаждения и замораживается, вот что хотела показать, вот такая у нас тут железо, прям с большим нахлестом, чтобы это можно было вот так вот из шланга тщательно все вымывать, вот такой же потолок и такой же пол, вот железный, только ребристый, чтобы не было скользко, вот, сюда осталось провести электричество и рядом мы будем с микромодулем бурить скважину, вот, электричество, правда, не то, что внутри вагончика нужно сделать, его прям нужно подземным методом довести сюда, это около, ну, наверное, 70-100 метров, смотря по какой дороге мы будем вести, вот, проводим электричество, здесь разводку делаем, естественно, закончим столы, шланги, вот, и дверь, поставим охладитель, и все, микромодуль забоя будет работать, проработать,